МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире телеканал о первой карагандинской новости. В студии Гульнор Жакин. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главных событиях дня. Введение в эксплуатацию центральной котельной в Старане откладывается на неопределенный срок. Причина долгостроя – подрядная компания не выполнила своих обязательств. А между тем у недостроенной котельной уже образовались долги за электроэнергию. В ноябре будет полностью открыт участок автомагистрали Анар-Тимиртау. В 2017 году будет капитально отремонтирована автодорога Караганда-Тимиртау. В Карагандинской области продолжается реализация государственной программы Нурлыжу. Повышение квалификации преподавателей-лингвистов. В Караганде состоялась конференция, на которой ученые ведущих университетов страны поделились опытом с карагандинскими преподавателями школ, колледжей и вузов. Центральная котельная в городе Сарань не будет достроена и в этом году. На дворе уже конец октября, а власть моногорода до сих пор разбираются с недобросовестным подрядчиком. А между тем, у недостроенной котельной уже появились долги за электричество. Об этом рассказала Ким Города Анатолий Шкарупа. На сегодняшний день в Саранье и поселке Актаз функционируют 24 котельные и около десятка автономных систем отопления. Проблема высокого тарифа за теплоэнергию обсуждается уже не первый год. В связи с этим порядка трех лет назад было принято решение о строительстве центральной котельной. Однако стройка затянулась. Подрядчик должен довести работы до конца, заявила Ким. С его слов, сейчас установлены три котла. Все сети уже подведены. Однако за долговременный простой у котельной образовались долги за электричество. Кроме того, в Саране есть проблемы бесхозных электросетей и разрушенных домов в районе РТИ. Да, сегодня у нас на РТИ, можно сказать, что жилых три с половиной дома, жилых три с половиной многоэтажных домов, которые проживают там в окружении порядка ста разбитых, брошенных многоквартирных жилых домов. По этих многоквартирных жилых домах, там, где возможно, где мы своими силами видим, что их можно восстановить, мы проводим процедуру юридической чистки. Порядка 50% многоквартирных жилых домов не подлежат восстановлению. Разрушены плиты, перекрытия и лестницы. Также в Саране проблемы с маршрутом общественного транспорта. Аким пояснил, что автобусы не будут ходить по улице Джамбула, так как дорога там изнашивается. Кроме того, это небезопасно для детей. На этой улице расположены три школы. Областной транзитный маршрут Шахан-Караганда, маршрут Сарань-Караганда, Абай-Караганда, который проходил через Сарань, они все являются транзитными для нас. И поэтому они у нас всегда исторически проходили по транзитной улице Чкалова. И всегда люди наши были готовы к тому, чтобы до этой улицы Чкалова каким-то образом добраться. Анатолий Шкарупа заявил, что в городе снижается уровень преступности. На улицах установлены шесть камер видеонаблюдения. В планах городоначальника увеличить их количество. Также Аким рассказал о проблемах аномастики. В городе есть 138 улиц, которые носят устаревшие названия. Однако необходимости в их переименовании Анатолий Шкарупа не видит. Айямамрина Улжас Габасов Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. 14 вопросов в рамках единой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» обсудили на Региональном координационном совете. Предприниматели рассказали, насколько улучшилось их производство после субсидирования и кредитования. Большинство рассмотренных проектов касались пополнения оборотных средств и рефинансирования уже имеющихся кредитов. Несмотря на неустойчивую экономическую ситуацию в стране, бизнесменам удалось избежать потерь. А многие фирмы даже смогли повысить свою продуктивность, расширить штат работников и увеличить объем производства. И мы за все это время развивали именно развитие бухгалтерских услуг, консультирования, вопросы налогообложения. В марте 2012 года мы ввели в эксплуатацию здания, которые приобрели на кредит, взятый в Народном банке, и получили по договору с субсидированием вознаграждения. За прошедшее время, с 2012 года, объем вырос оказываемых услуг с 36 миллионов до 64 миллионов уже в 2015 году. И сейчас мы этот объем не снижаем. На совещании Координационного совета выступил заместитель директора фонда «Дому». В связи с некоторыми нарушениями предпринимателей, которые были выявлены в ходе проверки, Марат Тамабаев обратился с просьбой к Управлению предпринимательства внести изменения в решение регионального координационного совета, а именно в части указания конкретных сроков организации рабочих мест. Когда заявители выступают и поддерживают, защищают свой проект, соответственно, они заявляют о создании новых рабочих мест. И в ходе проверки был ряд случаев, по которым создание этих рабочих мест не подтвердилось. Необходимо отметить, что предприниматели Карагандинского региона активно принимают участие в программе «Дорожная карта бизнеса-2020». Лариса Хусейнова, Лжас Габасов, Андрей Тимофеев, 1-й Карагандинский. Уже в ноябре будет полностью открыто движение по автомагистрали на участке Анар-Тимиртау протяженностью 93 километра. На очереди реконструкция следующего участка. 21 октября состоялась рабочая поездка первого заместителя Акима Карагандинской области Асалбеку Дюсюбаева на объект планируемой реконструкции участка автомагистрали Караганды-Тимиртау. Первым результатом реализации государственной программы «Нурлы-Жол» в Карагандинском регионе станет открытие в ноябре движения по магистрали на участке Анар-Тимиртау протяженностью 93 километра. Продолжить реализацию проекта планируется в 2017 году на участке Караганда-Тимиртау. В ходе поездки первый заместитель Акима области Асалбек Дюсюбаев ознакомился с основными техническими характеристиками планируемого участка реконструкции. «В декабре месяце планируется проведение конкурсных процедур, определится подрядчик. Начало строится, запланированное в апреле следующего года». Участок реконструкции общей протяженностью чуть более 15 километров будет переведен в техническую категорию 1Б с шестиполосным движением и устройством цементобетонного покрытия. Расчетная скорость движения транспортных средств после реконструкции на участке составит 120 километров в час. Выполнение работ на участке будет разбито на три важных блока. Это реконструкция транспортной развязки на Тимиртау и строительство нового железнодорожного моста, реконструкция транспортной развязки, называемой Пришахтинским кольцом, реконструкция самого участка дороги с устройством двух малых развязок на улице Карагандинское шоссе города Тимиртау и карьер Тихоновский, а также строительством двух малых мостов. Строители отметили, что при выполнении работ будут использованы строительные материалы с практически стопроцентным уровнем казахстанского содержания. При этом доля местного содержания составит до 95%. По итогам объезда Ассалбек Дусибаев дал ряд поручений ответственным органам. Андрей Тен, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. Летняя ремонтная кампания дала результаты. Автомобильные дороги в Караганде стали значительно лучше. И это отмечают не чиновники в отчетах, а рядовые горожане. Мнение автолюбителей и других участников дорожного движения узнала наша съемочная группа. В нынешнем году ремонтная кампания в Караганде достигла поистине грандиозных масштабов. Практически все лето в городе возникали гигантские пробки, вызывавшие недовольство автомобилистов. Однако все это было не зря. В Акимате города отмечают, что такой объем работ еще ни разу не делали. Сейчас, когда улицы открыты для проезда, автомобилисты могут по достоинству оценить результаты. В этом году сделали дороги хорошо. Много ругают? Много ругали. И мы сами ругали. Не без этого. Мы тоже ругались и по-всякому, и все такое. Но в этом году дороги сделали хорошие. На Рыскулово отлично сделали дорогу. Просто отличную, замечательную. В Аженово сделали дорогу. Вот здесь у нас сделали по улице Прогресса. Ну, правда, не доделали, но это, по-моему, доделают. Это не без этого. По инстаграмму, на нашем маршруте мы довольны. Мнение своего коллеги подтверждает и второй водитель. Игорь Денисов заявил, что работа улучшилась. Раньше приходилось объезжать ямы, теряя время. Недовольны были все – и пассажиры, и водитель. Теперь ездить можно без срывов графика. Ну, дороги хорошие. На юге хорошо сделали в 30-м микрорайоне дорогу. Ну, по городу, в принципе, нормально. Вот этот участок, но они доделают. Вот. А так, в целом, по дорогам очень хорошо стало. Как это отражается на вашей работе, в частности? Ну, во-первых, у нас, как бы, мы успеваем по времени. У нас нет там, что мы ямки объезжаем, не гоняемся особо. Машины не бьем. Поэтому машины стали более такие, не так ломаться стали. Не только работники транспортных предприятий, но и простые автолюбители отмечают, что теперь с удовольствием передвигаются по новым дорогам Караганды. Особенно по центральным улицам. В частности, по проспекту Республики. Ну, в общем, скажу, в этом году прям все дороги отремонтированы. Особенно проспект Республики – это, как бы, лицо нашего города. Потому что въездная дорога, добавились полосы, есть место стоянок. Ну, очень много сделали дорог на Федоровке, в частном секторе. Ну, в общем, очень сильно доволен дорогами. Дороги очень отличные. Не то, что было раньше, как бы, знаете, постоянно приходилось менять ходовку из-за этого. А сейчас вполне прилично. Тем более проспект Республики – это как идет, как сказать вам, лицо Караганды. И въездная дорога идет. И поэтому я очень доволен. Главный заказчик всех ремонтов – Карагандинский городской отдел коммунального хозяйства. Руководители отдела не без гордости говорят о том, что в этом году удалось выполнить беспрецедентный объем работ. И это несмотря на погоду, которая летом и осенью, мягко говоря, не баловала. Еще остались незавершенные участки, но там работы закончат в считанные дни, как только позволит погода. В этом году 29 участков, таких, которые социально значимых, которые вызывали очень много негатива со стороны жителей, мы выполнили. Теперь с учетом этого, тем самым мы показатели по дорогам в этом году значительно подняли. Теперь в перспективе мы планируем выполнять работы, именно переводить грунтовые дороги в асфальтобетонные. То есть это частные сектора ремонтировать. Затем есть ряд, конечно, еще дорог, которые нужно сделать. Это из магистральных улиц. Но в целом на 2017 год будем ставить акцент на частный сектор. Андрей Тенн, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. К другим новостям. Как правильно обучать языкам? Для преподавателей казахского и русского языков провели конференцию и рассказали о новых методиках обучения. В конференции приняли участие филологи, ученые-лингвисты и преподаватели. Все подробности в материале Ларисы Хустаиновой. Как правильно, а главное, интересно провести урок по изучению языка? Этим вопросом задались участники специальной конференции. Своими наработками и научными трудами поделились ученые-лингвисты ведущих вузов Караганды. Конференцию разделили на три секции. Первая – новые методы обучения казахскому и английскому языкам. Вторая – язык основа межкультурного взаимодействия. И третья секция – актуальные проблемы изучения литературы. Для того, чтобы правильно донести до своих учеников информацию, нужно обучать и разговаривать с ними с выражением, с интонацией. Во время урока необходимо разговаривать спокойно, не торопиться. Для того, чтобы стать учителем, недостаточно получить педагогическое образование. Нужно быть еще немного психологом. Целью данной встречи является обмен опытом. С тем, чтобы каждый участник на своем рабочем месте мог более эффективно заниматься развитием государственного и других языков. Детский сад Алтын-Сахара, жденный в годы независимости Казахстана, празднует пятилетний юбилей. Сегодня коллектив дошкольного учреждения решил поделиться своей радостью с горожанами и провел день открытых дверей. Воспитанники садика и педагоги подготовили для гостей концертную программу и рассказали, как они любят свой второй дом. Детский сад Алтын-Сахар праздновал пятилетний юбилей вместе с родителями. Дошкольное учреждение было открыто по государственной программе «Балапан». Сейчас в стенах садика занимаются 16 групп. К празднику малыши и воспитатели подготовились основательно. Песни и танцы – не все, чем радовали ребята, своих мам и пап. Ровесница детского сада, пятилетняя Айзере, подготовила поздравления в стихах. С днем рождения поздравляем, наш любимый детский сад. Пусть много лет подряд голоса детей звенят. Счастья, радости желаем для гостей и для ребят. Взрослые с удовольствием наблюдали за творчеством малышей. С их слов в садике Алтын-Сахар созданы все условия для разностороннего развития подрастающего поколения. Есть даже бассейн. И в преддверии 25-летия независимости нашего государства этому саду сегодня исполняется 5 лет. Детский сад построен по одному типовому проекту, рассчитан на 16 групп. В 10 группах ведется воспитание, обучение ведется на государственном языке, в 6 группах на русском языке. Празднования прошли под эгидой 25-летия независимости страны. Коллектив детского сада с гордостью заявляет, что дошкольное учреждение – это плод независимости. А Ямамрина Жахслук-Нуртай, Андрей Тимофеев, Первый, Карагандинский. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова